Всем здравствуйте! Меня зовут Мария Колесник, я ведущая научный сотрудник отдела природы Пермского краеведческого музея. И сегодня я дома. По вполне понятным причинам, наш музей пока закрыт для посетителей, примерно до апреля. Поэтому лекция, посвященная генам, генетике и прочему генетическому коту, перенеслась в онлайн. Так получилось. Я не опытный видеоблогер, хотя на самом деле снимать видео это вообще моя маленькая мечта. Но я на самом деле безумно боюсь камеры. Поэтому я надеюсь вы поймете, если будут некоторые накладки. А для начала я бы хотела вообще сказать о том, почему вообще появилась вот эта лекция про ДНК, гены и все такое. На самом деле мне казалось, что это известно буквально всем и каждому. Ну, каждый видел вот эту двойную спираль. Она практически на каждой конфетной обложке, конфетном фантике, на обложках CD-дисков. И, наверное, это очень известный медийный образ. Но очень мало кто представляет вообще, что за всем этим стоит, что такое эти ваши гены. Показывает, насколько люди слабо себе представляют, что такое гены и генетика. И на самом деле для меня это было даже некоторым открытием. Я не очень понимала, как в нашей медийной среде это может быть, пока не поговорила со своей мамой. Мама у меня родилась в 1955 году. И когда она была маленькая, когда она училась в школе, а училась она хорошо, на пятерке, этого просто не было в учебниках. То есть там не было ни понятия генетики, ни понятия генов, репликации, всего такого. И, в принципе, таким и примерно оно оставалось где-то годов до 80-х, а в некоторых школах и до 90-х годов, пока не подвезли новые учебники. И так получилось, что в нашей стране есть целое поколение, у которых это знание просто отсутствует, просто потому что в школе этого не давали. И оттуда берется большое количество разных мифов, домыслов, в духе, что там может, если бабка где-то в Олимпиаде в 80-х участвовала, что там может спустя много поколений негриденок родиться, и прочие такие народные мистификации. Поэтому, хотя, казалось бы, все вроде бы все знают, информация доступная, кому-то она, казалось бы, в самый важный, в сенситивный период была недоступна. Вот эта лекция предназначена устранить этот пробел. На прошлой лекции в Музее Пермских Древностей мы говорили про Чарльза Роберта Дарвина Эсквайра и про его замечательную книжку «Происхождение видов путем естественного отбора». И да, эту лекцию можно будет найти по ссылках в описании. Я, правда, не знаю, где показывать правильно ссылки в описании, сюда или сюда. В общем, ссылки там. А, да, и в конце лекции мы говорили, что вообще-то современные ученые теорией Чарльза Дарвина не очень-то пользуются. Почему? Неужели Чарльз Дарвин устарел, или вообще был неправ, и он что-то там выдумал? Все гораздо проще. Сейчас ученые пользуются синтетической теорией эволюции. Вот она. Так, что такое это СТЭ? Это синтетическая теория эволюции. Синтетическая? Она что, из синтетики сделана, как китайские блузки, например? Нет, все гораздо проще. Синтетической ее называют потому, что она представляет собой синтез, объединение между генетикой и классическим дарвинизмом. А что такое дарвинизм, мы уже знаем из прошлой лекции, которую мы выложим на YouTube. Дарвинизм – это то, что отвечает на вопрос, почему мы видим такое разнообразие биологических видов. Все эти миллионы видов живых существ произошли благодаря простым механизмам, включающие борьбу за существование и естественный отбор. И различные положительные признаки, которые помогали выжить животным, закреплялись в череде поколений. И тут встает вопрос, что за признаки? Как они закреплялись и в череде поколений? И вот как раз на эти вопросы отвечает генетика. Генетика – это наука, которая рассказывает нам, почему дети похожи на родителей, и почему они отличаются, и почему русским языком говоря яблоко от яблоньки недалеко падает. Основателем генетики считается Йохан Мендель. Он родился в 1822 году. Для сравнения, Чарльз Дарвин родился в 1809, то есть Мендель его на 13 лет чуть-чуть помоложе. Родился он в городке Хайцендорф, это в Силезии. А Силезия – это такая местность, которая сейчас частично принадлежит Польше, частично Чехии, то есть это такая область достаточно большая. Во времена Менделя это было частью большой Австро-Венгерской империи. И, соответственно, там были налажены торговые и образовательные связи, вот скорее с Австро-Венглей. Кроме Йохана в семье было еще две дочери. Ну, их всех надо как-то выдать замуж, дать им всякое преданное. В общем, из-за этого материальное положение в семье было не очень хорошим. И из-за этого Йохан решил постричься в монахе, чтобы, как он сам говорил, не заботиться больше о хлебе насущном. И в 1843 году он принял сам монаха-агустинца монастыря имени святого Фомы, того самого Фомы-неведующего. И в крещении он принял имя Грегор. И вот, кстати, под именем Грегор он и вошел во все школьные учебники. Но вот знайте, что это не то имя, которое он получил при рождении. Изначально он был Йоханом. В общем, Йохан Грегор Мендель. Там, в монастыре имени святого Фомы, он учился в богословию. Ну, а поскольку преподавателя не хватало, он был довольно образованный парень, он вел греческий язык и математику, а позднее еще и латынь. Сам он пытался стать в Брюнском богословском институте. Он пытался сдать экзамены по биологии, но несколько раз получал по ним неудовлетворительные оценки по биологии и по геологии, которые в то время считались частью естественной истории. В 1951 году он уехал учиться в Венский университет. Тоже там пытался сдать биологию, тоже не получилось. И, честно говоря, это для меня даже небольшая загадка, потому что еще в детстве Йохан Мендель проявлял большую тягу к растениям, помогал местным садовникам, сам много копался в собственном саду, все выращивал, что называется, человек с зелеными пальцами, в переносном смысле, не в прямом. И для меня так и осталось загадкой, почему с биологией у него настолько не сложилось. Но при этом математику он знал блестяще, греческий и латынь тоже. И вот математика ему впоследствии помогла. А с 1956 по 1963 год он ставил свои знаменитые опыты по скрещиванию гороха, которые ему и принесли впоследствии мировую славу. Когда я студентом своего техникума, еще тогда агропромышленного, если кто-то из них меня смотрит, им привет, рассказывал про это, меня спрашивали, скрещивание гороха это как? Это вот он вот так вот делал, вот брал две веточки и скрещивал их. Скрещивание, то есть перекрестное оплодотворение. У гороха очень удобно, что можно, пока не полностью раскрылся цветок, произвести оплодотворение между разными растениями. И в итоге получить неожиданные результаты, изучая разные признаки. А признакам может быть все что угодно. И форма цветочков, окраска семян, их морщинистость. Суммарно он анализировал больше, по-моему, 20 признаков. Но основные мы всегда знаем из школьных учебников два. Это морщинистость горошин и их цвет. Вот пачка обычного сухого гороха. Ну вот давайте мы с вами тоже попробуем поскрещивать горох. Свою работу по этим опытам Грегор Мендель начал создание чистых линий. Чистыми линиями называются такие сорта, которые стабильно дают при скрещивании между собой, дают стабильный результат по тем или иным признакам. В частности, вот желтый горох, если его скрещивать между собой, желтый-желтый-желтый, он и дает желтый горох. Вы, конечно, можете спросить, а разве может быть иначе? Может. Это сейчас покажу. Или вот зелёный горох, который при перекрёстном опылении вот другим таким же зелёным горохом тоже даёт зелёные горошины. И таких чистых линий он вывел по семи альтернативным признакам. Это по окраске там семян, жёлтые-зелёные, по их морщинистости, гладкие морщинистые. Это то, что вы помните, может быть, из школьных учебников, если у вас это было. По цвету цветка, фиолетовые или белые, вы тоже наверняка видели разные гороховые цветочки. По форме стручков бобов, выпуклые или с перетяжкой. По расположению цветка наверху или в пазухах, то есть рядом с листом. И там, соответственно, по форме самих бобов, зелёные они или жёлтые, и по длине стебля, там длинные или короткие, это были у него несколько исследований вот этих конкретных признаков. То есть из почти сорока, которые он насчитывал, определял раздельные дискретные признаки гороха, он понял, что надо конкретно изучать небольшие отдельные признаки, которые присутствуют в двух бинарных состояниях, либо такой, либо сякой. В нашем привычном мире, если мы смешиваем одно с другим, то мы получаем, ну, какую-то просто смесь одного с другим. Ну, вот, допустим, мы смешаем жёлтый горох и зелёный. И в нашем привычном мире, если мы что-то смешаем, мы получаем смесь одного и другого. Но что же получается, если идёт речь о генах генетики, получается магия? Магия генетики заключается в том, что при скрещивании двух разных сортов с двумя заведомо отличающимися признаками, мы вдруг получаем, что все горошины жёлтые. Это не смесь, можете проверить. То есть, вся окраска горошин потомства одного цвета, и она жёлтая. И в данном случае жёлтый цвет горошин называется доминантным признаком, то есть, признаком, который доминирует над этой зелёностью. Надо заметить, что этот парадокс был известен задолго до Грегора Менделя и другим естествоиспытателям. В частности, Чарльз Дарвин в своём происхождении видов тоже писал об этом парадоксе. В частности, он его исследовал на голубях. Дарвин был страстным голубеводом. И вот он писал. Мало того, при скрещивании особей, принадлежащих к двум или большему числу различных пород, ни одна из которых не имеет сизого цвета, ни всяких вышеуказанных отметин, поместное потомство очень часто внезапно обнаруживает эти признаки. То есть, сизый цвет и всякие отметины. Вот представьте, вы взяли какого-нибудь красавца Дутыша, подобрали ему самочку какой-нибудь изящной породы с замечательным полётом, белыми перьями, скрестили их и получили потомство обычных сизых голубей, которые очень похожи на тех, которые сидят на памятниках. При этом, вот этого сизого цвета не было ни у одного из родителей. Откуда он вообще взялся? Этот парадокс был известен, соответственно, и до Менделя. И, знаете, нетрудно предположить, что где-то в каком-то параллельном мире волшебном естественный отбор, может быть, открыл путешественник Грэнгер Менделяй, или даже Йоган Менделяй, какой-нибудь аббат Чарли Дарвин исследовал генетику на голубях. Но случилось так, как случилось, и генетику пришлось открыть Менделю. Но это ещё не всё. Мы сейчас видим, что все горошины жёлтого цвета. А что, если скрестить эти получившиеся, выросшие из этих горошин растений между собой? Когда мы скрещиваем между собой гибридов первого поколения, снова происходит магия. И вот мы их скрещиваем. И... Жёлтые. Снова жёлтые. Опять жёлтые. Зелёные. Зелёные. Что? Зелёные? Откуда они здесь взялись? Как получилось, что среди жёлтых горошин спрятались зелёные? Непонятно. Такой признак, который получается, когда скрещиваются между собой гибриды первого поколения, гетерозиготные, ну, то есть несущие внутри скрывшийся признак. Вот такие признаки называются рецессивными. Конечно, Грэгер Мендель имел гораздо большую выборку, чем 2-3 стаканчика, и больше, чем вот здесь. У него было целое... Несколько опытных полей, и он исследовал несколько альтернативных признаков. И по каждому из признаков он получил довольно большие данные. В частности, по нашему горошку получилось, что у него было 6022 жёлтая горошина насчитана, и 2001 зелёненькая. Вообще, тут я сделала небольшую ремарку. Среди студентов-биологов часто бывают страдания, что мы занимаемся какой-то чепухой, меряем длину плавничка хариуса, считаем количество зёрнышек в корзинке подсолнечника, или высчитываем последовательность трелей какой-то отдельной птички. И суммарно студентам порой кажется, что они занимаются какой-то чепухой, но они собирают первичные данные. Грегор Мендель, как я уже говорила, был неплохим математиком. И вот математика как раз позволила ему превратить эти данные из просто большой колоссальной чепухи в осмысленные научные высказывания. В частности, в законы Менделя. Вот они. Первый закон звучит как закон единообразия гибридов первого поколения. В первом поколении все одинаковые. Мы это уже видели, жёлтенькие горошины все в одной миске. А во втором поколении расщепление. Вот оно, второй закон Менделя, расщепление 3 к 1. Соответственно, если вот эти большие данные сократить, то вот как раз и получается 3 к 1. Это число второе больше вот этого. Вот именно это и стало законами Менделя. Итак, когда мы анализируем по одному признаку альтернативному, всё более-менее понятно. Вот есть рецессивные гены, есть доминантные. И рецессивные признаки прячутся в первом поколении. А что будет, если мы начнём по двум признакам одновременно смотреть? Как вы помните, у Менделя были сорта для 7 разных анализов. И вот если мы возьмём вот такое сочетание. Зелёный морщинистый горошек и жёлтенький гладенький. И что же тогда получится? Будут ли их всё время зелёные горошины морщинистыми, а жёлтые всё время гладкими? Оказывается, нет. Оказывается, признак морщинистости и гладкости семян наследуется независимо. И вот мы у нас получаем вот такую картину. Опа! Вот здесь вот морщинистый жёлтый горошек, которого не было в исходном состоянии. То же самое можно сказать и про зелёненькие. Вот зелёненькие появляются, гладенькие зелёные горошины, которых опять-таки не было среди родительских. Это называется третий закон Менделя или закон независимого наследования признаков. И это, на самом деле, очень важная штука именно для понимания эволюции. Таким образом, мы получаем сочетание признаков, которых не было у родителей. Есть такая легенда, что однажды Чарльзу Дарвину пришло вот такое письмо. От кого? От Грегора Менделя. Кому? Чарли моему Дарвину. Что было в письме? А, в письме было. Дорогой Чарли, я сделал очень крутое открытие, которое позволит тебе погнать Дженкина мокрыми тряпками и спать больше без кошмаров. Оказывается, признаки наследуются дискретно и независимо комбинируются между собой. Твой друг Грегор Мендель. А, к сожалению, это всего лишь легенда. Дело в том, что Чарльз Дарвин очень внимательно относился к своей переписке. У него практически все письма, даже письма от, как бы сейчас сказали, хейтеров, были вскрыты, прочитаны. После письм от хейтеров он ходил очень грустно, его утешала музыка его жена Шарлотта. И такое письмо он всё-таки, скорее всего, не пропустил бы, и вся переписка у него хранилась, и среди переписки этого письма найдено не было. Хотя, действительно, это письмо очень сильно помогло бы Чарльзу спать спокойно. После того, как вышла книга «Происхождение видов путём естественного отбора», к ней было довольно много, в том числе и научной критики. И одно из таких критических замечаний выдвинул Генрель Чарльз Флеминг Дженкин. Это то, что впоследствии было названо «кошмаром Дженкина». Как он писал, что если бы был какой-то признак, который вдруг возник в популяции, то со временем этот признак бы размылся, растворился среди всех остальных особей, и никаких бы новых видов не возникло. На самом деле, очень забавная исходная формулировка «кошмара Дженкина». Я её сейчас прочитаю. Представим себе белого человека, потерпевшего кораблекрушения на острове, населённом неграми. Наш выживший герой, несомненно, станет среди них королём. Он убьёт очень много чернокожих людей в борьбе за выживание. Он заведёт очень много жён и детей. В то время, как множество его подданных будут ходить холостяками и умрут холостяками. Качества и способности нашего белого человека, несомненно, помогут ему дожить до глубокой старости. Но даже его длинной жизни не хватит для того, чтобы кто-то из его потомков в каком-либо поколении стал полностью белым. В первом поколении будет несколько дюжин смышлённых молодых мулатов, чей ум будет в среднем превосходить негритянский. Нас не удивит, что трон в течение нескольких поколений будет принадлежать более-менее желтокожему королю. Но сможет ли поверить кто-то, что население всего острова постепенно станет белым или пусть даже желтым? В нашем случае признак попал в исключительно благоприятные условия, способствующие его сохранению. Способствующие и всё-таки неспособные закрепить и сохранить его. Да, это очень забавный сам по себе пассаж, относящийся к тем временам, когда считал, что вот делай люди, вершины вселенной. Как я уже говорила, Чарльз Дарвин расистом не был, а вот многие из его оппонентов были. И это очень заметно. Так что же, собственно, Мендель мог бы сделать против кошмара Дженкинса? В таком случае стало бы заметно, что те или иные признаки могут распространяться в популяции, дискретно не размываясь, а оставаясь в их исходном виде, хотя, возможно, маскируясь доминантными признаками других особей. Именно это позволяло бы им накапливаться в популяции, то есть в некотором ограниченном числе особей, которые скрещиваются между собой, но не скрещиваются с соседними такими же группами. И таким образом могло бы двигать эволюцию. Во время подготовки и лекции про Чарльза Дарвина мне доводилось в том же интернете читать множество возражений о том, как Дарвин был неправ, о том, что он вообще эту теорию выдумал, у него нет никаких доказательств. Ну, как правило, это пишут те, кто вообще не читал происхождение видов, что особенно забавно. Но я никак не ожидала, что я встречусь еще и с Менделе-отрицателями, которые, оказывается, тоже водятся в интернете, при этом зачастую не в ладах с статистикой и, например, не знают, что Хи-квадрат так называется, что это за статистический параметр, называют его Кси-квадратом и ссылаются на довольно недостоверные источники, но, тем не менее, глубоко убеждены, что Мендель был неправ, потому что он во всех школьных учебниках, именно поэтому он неправ. При этом надо заметить, что были довольно интересные возражения против, ну, даже не возражения, а уточнения. Например, в 1936 году известный статистик, эволюционист Рональд Тейлер Фишер написал статью, в которой пытался обосновать, что Мендель подгонял факты под свою теорию, под заведомо известный результат, и как он писал, что Мендель либо волшебник, либо лжец, и как там было написано, что для того, чтобы статистические результаты были настолько чёткими и достоверными, ему требовалось экспериментировать как минимум более чем с 10 растений. Ну, да, там было больше, чем 10 растений, да, и требовалось бы иметь как минимум целое поле и очень много помощников за тем, чтобы обрабатывать все эти результаты. Помощники тоже были. И ещё очень было важное возражение, что на сухом горохе очень трудно различить, жёлтый это горох или зелёный. Да, действительно, отличить очень трудно, поэтому сухие горошины для вот этого смешного опыта нам пришлось подкрасить, и все руки у меня были синие, сейчас они уже отмылись. Но штука в том, что если на свежем горохе, то достаточно легко различить и зелёную, и жёлтую окраску, и гладкость морщинистой самих горошек. То есть возражения, выдвинутые даже в то время, были опровергнуты. И ещё один блок возражений был в Советском Союзе, во времена Трофима Лысенко, который был ярым противником генетики, в том числе настолько ярым, что из-за него несколько, много известных советских генетиков попали в лагеря сталинские. Это на самом деле позорная печать на советской науке. Вот Трофим Лысенко, он был как раз убеждён, что во всём играет ведущую роль среда окружающая. И именно поэтому в разных условиях среды мы получаем разные результаты. И если обеспечить правильные условия среды, то можно чуть ли не рожь превратить в пшеницу. И он действительно обещал прям быстрые результаты. Это всё очень нравилось советскому партийному руководству. Ему давали зелёный свет, давали целые опытные совхозы, которые, конечно, вот они подгоняли. И там есть архивные данные о том, что подгонялись данные под ответ. И, в частности, в интернете находились ссылки на исследование аспирантки Лысенко, некоторой Ермолаевой, которая проводила такие же опыты, что и Мендель. Притом, как было написано, она использовала те же самые сорта гороха, что и Мендель. Мендель работал не совсем сортами, он работал с чистыми линиями, которые он предварительно выводил и закреплял. То есть сама фраза, что она работала с такими же сортами, это примерно как, знаете, такой же суп из Парижа в кастрюльке привезли, вот как из ревизора. И у ней выходило, что в зависимости от... А, и она высевала всё не одновременно, а небольшими порциями. И у ней выходило, что цвет семян вдруг стал зависеть от времени посева исходного гороха. Но при этом она делила там только на 3 или 4 доли весь этот посев, и суммарно у ней оказывалось, что в каждом отдельном опыте около 20 горошин исследовано, то есть очень небольшая выборка. И вот когда она вместе объединила данные по всем этим горошинам, у ней внезапно получилось Мендельское расщепление 1 к 3. Вообще говоря, это довольно большой методологический косяк, потому что она не учла дополнительный фактор, который у ней был в опыте, а так делать нельзя. И она исследовала на очень маленькой выборке, там у ней получалось в каждом отдельном опыте меньше 20 штук. А в таком случае у нас резко возрастает роль случайности. Чтобы было понятно, как это происходит, представим себе обычную игральную кость. Если мы бросаем игральную кость всего 6 раз, у нас вряд ли каждая грань выпадет по разу. Скорее всего у нас будет, что какая-то грань выпала там 2 раза, а какая-то вообще ни разу. И что же мы можем сказать, что что-то не так, кости бракованные, и вообще не работает эта ваша статистика. Но если мы будем бросать кость уже около сотни раз, количество выпадания разных чисел на разных гранях у нас начнет стабилизироваться, выходить более-менее одинаковые числа. А если мы заморочимся и суммарно бросим эту кость около 1000 раз, у нас окажется относительно гладкое распределение, что на единицу она упала. Одну такую-то часть, такую же часть она упала на двойку, тройку, четверку, пятерку, шестерку. С увеличением количества бросков, с увеличением количества наблюдений у нас становится более четкое распределение. То же самое, в общем-то, и в биологии. Именно тот факт, что Мендель около 8000 горошин исследовал на желтость и зелёность, как раз и даёт его данным такую хорошенькую статистическую, красивенькую гладкость, которая многим кажется прям невероятной и даже подозрительной. После этого мы стали примерно понимать, каким образом, по каким математическим законам, а когда у нас есть в чём-то математика, мы это уже можем описывать, мы можем об этом уже говорить более конкретно. Мы стали знать, по каким именно законам происходит наследование. Но в чём это наследование затаилось? За счёт каких механизмов? Это пока оставалось непонятным. Что это?